Семья 15-летнего Вани переезжает из провинциального городка в Москву. Он идет в новую школу, находит друзей и впервые влюбляется. Представление о прекрасном резко меняет случайный знакомый блогер Скат. Ваня хочет стать таким же знаменитым, иметь толпы поклонниц и зарабатывать кучу денег. Так начинается мюзикл «Нью Кидс. Звезда должна светить». Это осовремененная сказка Оскара Уальда «Звездный мальчик». Главные роли в нем получили сыровчане Егор Вдовин и Василина Афонина. Егор играл успешного блогера Ската. Мне было сложно вжиться в роль, это даже говорил режиссер, потому что я играл совершенно другого человека. Я в жизни скромный, тихий, а на сцене мне нужно было показать такого публичного, ничего не боящегося человека. Но я считаю, что у меня это получилось, как минимум я сыграл больше спектаклей, чем другие составы. В спектакле приняли участие 80 юных участников из 24 городов России, а также Венгрии, Белоруссии, Танзании и Бангладеш. Впервые в «Нью Кидс» Василина Афонина приняла участие в 2020 году. Еще тогда у девушки зародилась мечта – исполнить главную роль музыкального спектакля. Но девушка и сама понимала, что опыта и уровня мастерства пока не хватает. Она упорно работала и, вернувшись сюда, снова покорила жюри кастинга. В этом году я прям чувствовала, что настало то время. И прочитав сценарий, и увидев, что образ главной героини очень естественен мне, то есть прям похож на меня, и песни великолепные, мне очень хотелось их спеть, а главное – прожить на сцене. И, ну, конечно, я делала все возможное, чтобы успешно пройти внутренний кастинг, и у меня все получилось. Я была утверждена на главную роль, и начались репетиции каждодневные. Это, конечно, большой труд, но я была к нему готова морально, и ради этого работала. «Живой оркестр» – главная фишка юбилейного сезона. 15-й сезон международного детского творческого проекта «Нуклеер Кидс» стартовал 9 июля в Белоруссии. Репетиционной базой выбрали санаторий «Юность. Управление делами президента Республики Беларусь». Больше всего там ценятся навыки общения с другими ребятами, ну и, конечно же, усидчивость, трудолюбивость. Без труда там у тебя ничего не получится. Нужно трудиться, работать изо всех сил, и тогда из воспоминаний о проекте у тебя останется все только самое позитивное. «Нуклеер Кидс» – он сам по себе очень атмосферный проект. Если ты на нем будешь работать, если ты будешь со всеми дружить, то у тебя останется такой огромный альбом эмоций с этого проекта. Это потрясающе. Ребята прошли насыщенный гастрольный тур. Премьера «Звезда должна светить» прошла 3 августа в городе Островец, Белоруссия. А потом артисты отправились в Нижний Новгород и Обнинск. Точку в гастрольном туре поставил 15-й спектакль, сыгранный на сцене театра «Эцетера» в Москве. Я невероятно рада, что попала на проект. Проект «Нуклеер Кидс» дал мне огромный творческий и жизненный опыт. Я как вокалист много выступаю на сцене, а в проекте я играла совсем другую роль. У меня была не главная роль, но постановка мюзикла – это огромная командная работа. Я поняла, насколько важны герои второго плана. Впереди у талантливых саровчан еще немало ярких проектов, но «Нью Кидс» вне всяких сомнений останется в их сердцах.